здравствуйте дорогие рукодельницы меня зовут елена я рада вас приветствовать на своем канале не рукоделие творчество вязание пряжи сегодня мы с вами будем вязать шаль а именно я вам покажу мастер-класс по вязанию фрагмента шали и каймы и при помощи моего кла мастер-класса если вы его досмотрите до конца вы сможете себе связать очень красивую неповторимую ажурную шаль который вяжется крючком а также если у вас недостаточно пряжи вы можете связать себе очень красивый бактус эта схема подойдет для вязания двух вещей это аксессуаров шаль бактус и даже можно связать очень красивую наволочку для подушки плед он будет у вас квадратный палантин узор очень универсальный и я думаю что если вам не вы не любите носить шали не любите их вязать то все равно можете взять себе этот узор копилочку так как он очень красивый вяжется легко и просто и связать себе другие вещи вот такой фрагмент я вас научу вязать а также мы научимся читать схему такая вот схема будем вязать по ней и также я вам покажу как вяжется обвязка края кайма шали и вы при помощи моего мастер-класса и схемы свяжите без проблем вот эту шали вязать я буду вот из этой пряжи от янарт пряжи называется flowers страна производства турция метраж 1 тысячи метров 250 граммах и составу этой пряжи 55 процентов хлопок и 45 процентов поле акрил крючок у меня будет номер два с половиной clover это страна производства япония называется крючок clover амур и производители пряжи рекомендуют вязать крючком номер два с половиной три если вы будете вязать из этой пряжи вот эта пряжа она пользуется большой популярностью среди рукодельниц мастериц которые любят вязать шали получается из нее потрясающие неповторимые работы так как расцветок очень много у этой пряжи сейчас появилась на рынке на рынке новый вид с люрексом это с металлической нитью будет очень нарядная шаль присмотритесь к этой пряжи можете связать если у вас есть аллергия на шерсть и у вас чувство раздражения и аллергия появляется то вот вам прекрасный вариант связать очень красивую шаль тоже есть здесь натуральный состав 55 процентов хлопка содержится я думаю это вот прекрасный вариант пряжи для вязания вот таких красивых очень шали также вы можете связать данную модель шали из пряжи кауни секционного окрашивания здесь секции длинные она тоже бывает разных расцветок у меня здесь цвет радуга и 1 также секционного окрашивания могут шали и быть одноцветного окрашивания из пряжи связаны вот это у меня пряжа теплая зимняя серия допустим как вариант для вязания шали к лайка будет очень теплая шаль также вы можете связать шаль из тонкого мохера ангоры шерсти полушерсти то есть то пряжи который у вас есть наличие или которую вы хотите купить подписывайтесь на канал и включите колокольчик вязать шаль будем вот по этой схеме я буду вам показывать как вяжется фрагмент шали и покажу также вам обвязку шали моему мастер-классу вы можете связать себе красивую шаль либо бактус я покажу вам как вяжется каждый ряд узора схема это будет прилагаться в конце видео также демонстрироваться по ходу просмотра видео и вы можете ее распечатать на моем втором канале я выкладываю тоже мастер-классы размещаю и также вы можете посмотреть много фотографий схемы и распечатать их для удобства вязания вяжите вместе со мной по моим и моим мастер-классом из вас желание есть желание подпишитесь на мой второй канал который находится на яндекс джене называется он мир рукоделие творчество вязания ссылочки все я укажу в описании под видео в инфобоксе также ссылку для распечатывания этой схемы тоже будет в описании под видео проходите по ссылочке и смотрите очень много фотографий шалей связанных по этому узору я сделала для вас подборку и вот эта подборка она размещена на моем втором канале если вы еще не подписаны то обязательно подпишитесь я думаю мой канал для вас будет интересен и вы найдете для себя очень много полезной и интересной информации а также проверьте пожалуйста включен у вас колокольчик на все оповещения или нет если у вас колокольчик не включен то к вам не придет уведомление о том что у меня на канале появилось новое интересное видео либо мастер-класс из благодарю вас что следите за моим творчеством и просмотры моих видео приступаем к вязанию для начала вязания узора я набираю цепочку из 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 на схеме указаны 5 петель я набираю всегда на одну больше набрала и замкнула ее в кольцо в круг таким образом все замкнули читаем схему первого ряда 3 петельки подъема 3 петельки соединительных и вяжем в кольцо 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки в кольцо вяжем 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки в кольцо вяжем у нас получается с учетом 3 петель подъема 4 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки и вяжем 5 столбик с одним накидом всего должно быть 5 столбиков между ними по 3 воздушных петельки приступаем к вязанию первого ряда 3 петельки подъема провязала далее вижу три соединительных петельки и центр круга в центр кольца я провязываю второй столбик с одним накидом 3 петельки подъема засчитываем как за 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки в это же кольцо я провязываю 3 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки в кольцо провязываю 4 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки и сейчас чтобы выровнять вот этот край я провязываю отсчитываю от цепочки 1 2 2 воздушных петельки и в третью петельку провязываю 5 столбик с одним накидом таким образом выглядит то есть вот две пропустили от цепочки которую мы набирали из 6 воздушных петель и в третью провязала я столбик с одним накидом объясняю все детально потому что у меня очень много рукодельниц начинающих и они просят меня все подробно показывать и рассказывать и показывать медленно из этого я сжилась в этом мастер-классе показать всю весь процесс от начала и до конца и рассказывать подробно как вяжется каждый ряд узора читаю схему 2 ряда схема читается слева направо 3 петельки подъема 3 соединительных петельки и вершину у нас получается здесь 2 столбика мы провязываем веерочек который состоит из трех столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки вершину 3 1 2 3 3 столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки и вершину 4 столбика с 1 накидом провязываем веерочки из 3 столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки и в третью петельку подъема мы провязываем 1 столбик с одним накидом давайте приступим к вязанию вяжем второй ряд 3 воздушных петельки 1 2 3 набираем 3 соединительных 1 2 3 связали цепочку из 6 воздушных петель разворачиваем вязание и во второй столбик вершину столбика провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 связали веерочек 3 воздушные петли 1 2 3 и по счету 1 2 3 в третий столбик вершину провязываем 1 столбик с одним накидом это у нас будет центр шали центральная линия 1 2 3 3 воздушных петельки и 1 2 3 4 в четвертый столбик с одним накидом провязываем веерочек состоящий из трех столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки 1 2 3 и в третью петельку подъема провязываем 1 столбик с одним накидом связали 2 ряда читаем схему 3 ряда 3 ряд схем читается справа налево 3 воздушные петельки 3 соединительных вершину первого столбика мы провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием вершину 2 столбика с 1 накидом провязываем 1 столбик с ним накидом и вершину 3 столбика мы провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием 3 воздушных петельки в вершину столбика с 1 накидом провязываем 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки вершину 1 столбика с 1 накидом провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием вершину 2 столбика с 1 накидом провязываем 1 столбик с 1 накидом вершину 3 столбика провязываем 2 столбика с 1 накидом с общим основанием 3 воздушных петельки и в третью петельку подъема провязываем 1 столбик с одним накидом приступаем к вязанию 3 ряда 3 воздушных петельки разворачиваю вязание на другую сторону и вершину и и провязываем еще три соединительных петельки у нас получилась цепочка из 6 воздушных петель к вершину столбика с одним накидом 1 я провязываю 2 столбика с одним накидом 2 столбика не вяжутся с общим основанием вершину 2 столбика с одним накидом провязала третий столбик с одним накидом и вершину 3 столбика с одним накидом провязала 2 столбика с одним накидом с общим основанием 3 воздушных петельки 1 2 3 вершину столбика с одним накидом провязала 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки и далее вяжем вершину столбика с одним накидом 2 столбика с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом привязываем 1 столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом всего у нас связано 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 3 воздушные петельки 1 2 3 и в третью петельку подъема я провязываю 1 столбик с одним накидом все связали так вот здесь вот это 1 2 3 вот в эту у меня будет жаль загибаться кверху так выравниваем вот этот край чтобы он была ровная прямая линия из немножко сместите то у вас вот будет вот такой вот край немножко загибаться в сторону нужно следить чтобы вот эта линия она была прямая читаем схему 4 ряда схема читает слева направо 3 петельки подъема 1 соединительная набираем цепочку из 4 воздушных петелек и вершину 1 столбика мы привязываем 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки вершину 1 столбика мы провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием вершину 2 столбика мы привязываем 1 столбик с 1 накидом вершину 3 столбика с 1 накидом мы провязываем 1 столбик с 1 накидом вершину 4 столбика мы провязываем 1 столбик с одним накидом вершину 5 столбика мы провязываем 2 столбика с 1 накидом с общим основанием всего у нас должен быть раз два три 4 5 6 7 7 столбиков с 1 накидом 3 воздушных петельки здесь уже идет расширение полотна расширение шали в центре вершину столбик с 1 накидом и провязываем 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька в эту же вершину провязываем 2 столбик с 1 накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину мы провязываем 3 столбик с 1 накидом 3 воздушных петельки и повторяем этот фрагмент еще раз получается зеркальная часть и рисунок повторяется симметрично приступаем к вязанию у нас 4 ряд по схеме 1 2 3 3 петельки подъема 1 соединительных всего мы набрали цепочку из 4 воздушных петелек и вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки в крайне первый столбик с одним накидом справа провязываю 2 столбика с одним накидом с общим основанием далее во второй третий и четвертый столбик с одним накидом провязываю по одному столбику с одним накидом провязали в крайний столбик слева провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием всего у нас должно получиться 7 столбиков с одним накидом проверяем 1 2 3 4 5 6 7 3 воздушных петельки 1 2 3 и центральную часть шали провязываем вершину столбика с одним накидом 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину столбика провязываем еще один столбик с одним накидом 1 воздушная петелька вершину столбика с одним накидом провязываем третий столбик у нас получается связан 3 столбика с одним накидом с общим основанием 3 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом это первый справа провязываем 2 столбика с одним накидом далее вяжем в каждый столбик с одним накидом по одному столбику с одним накидом в 5 столбик с одним накидом мы провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием это будет у нас 6 и 7 столбик провязали всего 7 столбиков проверяем 3 воздушных петельки и в третью петельку подъема раз два три отсчитываем от начала раз два три и в эту петельку я провязываю 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же петельку подъема в третью я провязываю второй столбик с одним накидом довязали 4 ряд читаем схему 5 ряда схема читаются справа налево 3 петельки подъема 3 петельки соединительных всего 6 воздушных петель и в вершину 2 столбика с одним накидом провязываем веерочек из трех столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки крайний столбик 1 справа пропускаем и со второго столбика провязываем 1 столбик с одним накидом вяжем 3 4 5 5 столбиков с одним накидом 7 столбик оставляем без внимания 3 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываем веерочек из трех столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки в центральную центральный столбик с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки вершину 3 столбика с одним накидом провязываем веерочек из 3 столбиков с накидом приступаем к вязанию вяжем пятый ряд по схеме 3 воздушные петельки подъема 1 2 3 и 3 соединительных петельки 1 2 3 набрала цепочку из 6 воздушных петелек разворачиваю вязание и вершину второго столбика то есть 1 2 вершину второго столбика с одним накидом я провязываю веерочек который состоит из трех столбиков с одним накидом связанных с общей с общим основанием 3 воздушных петельки пропускаем первый столбик справа и начинаем вязать столбик с одним накидом с вершиной 2 столбика с одним накидом далее вяжем в каждый столбик с одним накидом по одному столбику с одним накидом в 7 столбик который у нас крайне слева мы не провязываем и у нас должно быть 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 то есть вот крайние столбики с левой справа у нас остаются без внимания 3 воздушные петли 1 2 3 вершину первого столбика с одним накидом мы провязываем веерочек из трех столбиков с одним накидом с общим основанием 3 воздушных петельки и в центральную часть центральный столбик провязываем 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки в следующий третий столбик по счету мы провязываем веерок из трех столбиков с одним накидом с общим основанием таким образом у нас выглядит центральная часть шали 3 воздушных петельки 1 2 3 1 крайний столбик справа пропускаем и начинаем вязать 1 столбик с одним накидом с вершина 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда далее вяжем еще четыре столбика с одним накидом всего должно быть 5 столбиков с одним накидом провязали 5 столбиков с одним накидом и крайние столбики слева и справа оставляем без внимания 3 воздушные петли 1 2 3 вершину столбика с одним накидом я провязываю веерочек из трех столбиков с одним накидом 1 2 3 все три столбика с одним накидом провязаны с общим основанием 3 воздушные петельки 1 2 3 и в третью петельку подъема я провязываю 1 столбик с одним накидом все провязали всего мы связали с вами 5 рядов таким образом выглядит фрагмент читаем схему 6 ряда схема читается слева направо 3 петельки подъема 3 соединительных всего цепочка 6 воздушных петель и в первый столбик с одним накидом мы провязываем 2 столбика с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом всего у нас получается 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 3 воздушных петельки и здесь опять уменьшаем количество столбиков слева и справа по одному столбику мы пропускаем оставляем без внимание вяжем 3 столбика с одним накидом начинаем со второго столбика с одним накидом 3 воздушных петельки вершину первого столбика с одним накидом провязываем веерочек из двух воздушных столбиков с одним накидом вершину второго столбика с одним накидом провязываем третий столбик с одним накидом и вершину третьего столбика с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом с общем основании 3 воздушных петельки и в центральную часть шали вершину столбика провязываем один столбик с одним накидом 3 воздушных петельки и повторяем приступаем к вязанию это у нас шестой ряд по схеме вяжем по схеме раз два три три в петельки подъема далее три соединительных это еще три петельки 1 2 3 провязали цепочку из 6 воздушных петелек далее мы провязываем вершину столбика с одним накидом 2 столбика с одним накидом вершину второго столбика с одним накидом провязываю 3 столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязываю 4 и 5 столбик с одним накидом 4 5 столбик они связаны с общим основанием вершину третьего столбика с одним накидом 1 2 3 3 воздушных петельки и приступаем к вязанию со второй из вершины 2 столбика с одним накидом 1 столбик мы оставляем без внимания вершину 3 столбика с одним накидом мы провязываем 2 столбик с одним накидом и вершину 4 столбика с одним накидом провязываем 3 столбик с одним накидом 5 столбик у нас остается без внимания 3 воздушных петельки вершину первого столбика с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом 1 и 2 вершину второго столбика с одним накидом провязываем 3 столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязываем 4 и 5 столбик с одним накидом 3 воздушные петельки 1 2 3 вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом 1 2 3 3 воздушных петельки и вершину 1 столбика с одним накидом я провязываю два столбика с одним накидом с общем основании 1 и 2 вершину 2 столбика с одним накидом я провязываю 3 столбик с одним накидом вершину 3 столбика с накидом я провязываю 4 и 5 столбик с одним накидом всего связано 5 столбиков с одним накидом 3 воздушные петли 1 2 3 вершину 2 столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязываем второй столбик с одним накидом и вершину четвертого столбика с одним накидом провязываем 3 столбик с одним накидом крайне 1 столбик с правой и крайне 6 столбик слева остаются без внимания 3 воздушных петельки 1 2 3 вершину 1 столбика с 1 накидом вяжем первых два столбика 1 2 с общим основанием вершину 2 столбика с одним накидом и провязываем третий столбик с одним накидом и вершину 3 столбика с одним накидом мы провязываем 4 и 5 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки 1 2 3 в третью петельку подъема отсчитываем 1 2 3 провязываем 1 столбик с одним накидом все провязали такая у нас получается такой фрагментик узор листики формируется поближе читаем схему седьмого ряда 3 петельки подъема 1 соединительной набираем цепочку из 4 воздушных петелек вершину столбика с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом 3 воздушные петельки вершину первого столбика провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием вершину второго столбика провязываем 3 столбик с 1 накидом вершину 3 столбика провязываем 4 столбик с вершину 4 столбика провязываем 5 столбик с одним накидом и вершину 5 столбика с одним накидом провязываем 6 7 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки столбик пропускаем и вяжем один столбик с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда 3 воздушных петельки вершину 1 столбика провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием 1 2 вершину 2 столбика с 1 накидом провязываем 3 столбик с одним накидом вершину 3 столбика с накидом провязываем 4 столбик с 1 накидом вершину 4 столбика с 1 накидом провязываем 5 столбик с 1 накидом и вершину 5 столбика с 1 накидом провязываем 6 7 столбик с 1 накидом 3 воздушных петельки вершину центральной части в первый столбик с 1 накидом провязываем веерочки с 3 столбиков с одним накидом приступаем к вязанию то у нас будет по схеме 7 ряд 3 воздушные петельки 1 2 3 и на соединительная набрала цепочку из 4 воздушных петель и в первый столбик с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом получился такая галочка 3 воздушные петельки 1 2 3 вершину первого столбика с одним накидом вяжем два столбика 1 2 с общим основанием выше на 2 столбика с одним накидом провязываю 3 столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязывать 4 столбик с одним накидом вершину 4 столбика с одним накидом провязываю 5 столбик с одним накидом и вершину 5 столбика с одним накидом провязываю 6 и 7 столбик с одним накидом 6 7 вяжутся с общим основанием 3 воздушные петельки 1 2 3 здесь мы пропускаем первый столбик или вяжем 1 столбик с одним накидом вершину 2 столбика с накидом предыдущего ряда 3 воздушных петельки в первый столбик с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием держим 2 столбика с одним накидом провязываю третий столбик с вершину 3 столбика с одним накидом провязываю 4 столбик с одним накидом пишем 4 столбика с одним накидом провязываю 5 столбик с одним накидом и вершину 5 столбика с одним накидом провязываю два столбика вместе с общим основанием они вяжутся 6 7 3 воздушные петли 1 2 3 центральную часть в центральный столбик вершину провязываем веерочек из трех столбика с одним накидом все три столбика с одним накидом вяжутся с общим основанием 3 воздушных петельки 1 2 3 вершину первого столбика с одним накидом провязываем 3 столбик два столбика с одним накидом с общим основанием вершину 2 столбика с одним накидом привязываем 3 столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязала 4 столбик с одним накидом 4 столбики провязала 5 столбик с одним накидом и вершина 5 столбика с накидом я провязываю 2 столбика с одним накидом с общим основанием 6 7 3 воздушных петельки пропускаю первый столбик и начинаю вязать 1 столбик с одним накидом вершину 2 столбика с 1 накидом предыдущего ряда 3 воздушные петельки в первый столбик с одним накидом я провязываю 2 столбика с одним накидом с общим основанием вершину 2 столбика с одним накидом провязываю третий столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязываю четвертый столбик с 1 накидом пешиной 4 столбика сы��ке добра約 за 5 столбик с одним накидом и в 5 столбик с вами накидам из вас его 6 и 7 столбик с одним накидом так заканчиваем и вязать 3 воздушных петельки и третью петельку подъема так отсидим 1 2 3 провязываем 1 столбик с 1 воздушная петелька и в этом в эту же третью петельку подъема провязан второй столбик с 1 накидом связали галочку все довязали до конца это у нас был седьмой ряд по схеме и далее мы вяжем 8 ряд заключительный и я вам буду показывать как вяжется обвязка края шали кайма по-другому называется так читаем схему 8 ряда 3 воздушных петельки подъема 3 соединительных и вершину 2 столбика с одним накидом провязываем веерочки из трех столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки первый столбик пропускаем далее вяжем 5 столбиков с одним накидом в каждую вершину столбиков и первый седьмой у нас остаются без внимания 3 воздушных петельки в вершину первого столбика с одним накидом привязан 2 ручки из трех столбиков с одним накидом с общим основанием 3 воздушных петельки 1 7 столбик оставляем без внимания и начиная со 2 и заканчивая 6 провязываем 5 столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки в первый столбик с одним накидом провязываем веерочки из трех столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки в вершину 2 столбика провязываем 1 столбик с 1 накидом 3 воздушных петельки вершину 3 столбика с 1 накидом провязываем 2 руки строк столбиков с 1 накидом и так далее приступаем к вязанию то у нас будет 8 ряд по схеме 3 воздушные петли подъем 1 2 3 и 3 в петельки соединительных раз два три всего у нас 6 воздушных петелек цепочка разворачиваем вязание на другую сторону и провязываем вершину 2 столбика то есть 1 и 2 провязываем вершину 2 веерочек стоящий из 3 столбиков с одним накидом с общим основанием все три столбика мы провязываем с общим основанием вот хорошо видно 3 воздушных петельки далее пропускаем первый столбик и начинаем вязать совершенно 2 столбика в каждый столбик мы вяжем по одному столбику с одним накидом за исключением 1 и 7 всего должно получиться у нас 5 столбиков с одним накидом в крайние столбики мы ничего не вяжем оставляем их без внимания раз два три 4 5 проверили 5 столбиков должно быть 3 воздушных петельки 1 2 3 и вершину первого столбика с одним накидом провязываем веерочек из трех столбиков с одним накидом все три столбика с одним накидом вяжем с общим основанием основание это у нас вершина столбика с одним накидом 3 воздушных петельки 1 2 3 пропускаем первый столбик и начинаю связать первый столбик с одним накидом совершенно 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда таким образом привязываем 5 столбиков с одним накидом вершину каждого столбика за исключением первого и седьмого столбика с одним накидом крайне столбики слева и справа остаются в без внимания 1 2 3 4 5 5 столбик с 1 накидом провязали 1 2 3 3 воздушных петельки и вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 2 3 3 столбика с одним накидом с общим основанием связали веерочек 1 2 3 3 воздушных петельки и во второй столбик с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом это у нас будет центральная часть шали вот этот столбик 3 воздушные петельки 1 2 3 и в третий столбик с одним накидом провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием 3 воздушные петли 1 2 3 пропускаю первый столбик оставляю его без внимания и начинаем вязать совершенно 2 столбика с одним накидом вяжем в каждую вершину по одному столбику с одним накидом должно всего получится 5 столбиков с одним накидом первый столбик с правой и 7 столбик слева оставляем без внимания то есть таким образом 3 воздушные петли 1 2 3 провязываем вершину столбика с одним накидом веерочек из трех столбиков с одним накидом с общим основанием провязали 3 воздушные петли 1 2 3 1 столбик оставляем без внимания и далее вяжем вершину каждого столбика по одному столбику с одним накидом за исключением 7 столбика с одним накидом и 1 так закончили вязать на вершине 6 столбика при всего связаны 5 столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом 1 провязываем веерочек из трех столбиков с одним накидом все три то столбика с одним накидом привязываем с общим основанием все связали далее вяжем 3 воздушных петельки 1 2 3 и в третью петельку подъема я провязываю 1 столбик с одним накидом все выровняли край связали по схеме 8 рядов далее мы будем с вами вязать кайму обвязку ушали я покажу вам каким образом сделать то есть размах крыла ушали может быть любое это все зависит от по вашим от вашего желания также можно этим узором связать красивый бактус и красивую большую шаль таким образом выглядит узор из 8 рядов далее мы повторяем узор до нужные и желаемые вам длины и ширины и по размаху кроват вы сами решайте какой у вас будет размер шали и дальше вы вяжете уже начинаем повторяете узор начиная со 2 ряда вот он то есть второй ряд это у нас как вяжется как 9 ряд 9 ряд и так вот мы закончили с вами вязать 8 ряд он связан по принципу 2 ряда далее вы вяжете 9 ряд здесь вот указаны схеме кайма а вы вяжете уже по принципу вязания 3 ряда вот он у нас третий ряд то есть у вас будет 9 ряд как третий ряд 10 ряд как четвертый ряд вы вяжете по схеме 11 ряд по принципу вязания 5 ряда и так далее здесь ничего нет сложного давайте свяжем с вами кайму шали значит читаем схему здесь 1 воздушная петелька далее вяжем 3 столбика без накида 3 воздушные петельки вершину столбика с одним накидом вяжем один полустолбик с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом вяжем 2 полустолбик с одним накидом вершину третьего столбика с одним накидом вяжем 3 полустолбик с одним накидом все эти три столбика вяжутся с общей вершиной каким образом это связать я сейчас вам покажу 3 воздушных петельки в цепочку из 3 воздушных петелек провязываем 3 столбика без накида далее 3 воздушных петельки 1 столбик пропускаем и начинаем вязать и вершину 2 3 4 по одному столбику с здесь вот получается с двумя накидами с полустолбиками с двумя накидами 3 воздушные петельки вяжем 3 столбика без накида в арочку цепочки из трех воздушных петелек 3 воздушных петельки и вот вяжем 3 полустолбика с одним накидом с общей вершиной давайте приступим к вязанию это у нас будет обвязка края по-другому называется кайман ушали она бывает разное вот здесь вот предполагается вот такой вариант вязания 1 воздушная петелька это петельку нас подъема далее парочку цепочки из 3 воздушных петель и провязываю 3 столбика без накида 3 воздушные петельки 1 2 3 вершину столбика с одним накидом провязываю 1 полустолбик с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом провязываю 2 полустолбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязываю 3 полустолбик с 1 накидом у меня на крючке 1 2 3 4 петельки я их соединяю при помощи рабочей нити в одну петельку 3 воздушных петельки и в арочку цепочки из трех петель провязываю 3 столбика без накида 3 воздушные петельки 1 2 3 и сейчас мы будем вязать уже столбик пол столбики с двумя накидами так на крючке у меня два накида 1 столбик пропускаем и вяжем один полустолбик с двумя накидами то есть две петельки на крючке оставляем далее вяжем вершину 3 столбика с одним накидом 2 полустолбик с двумя накидами 2 накида на крючок и вершину 4 столбика с одним накидом мы провязываем 3 полустолбик с двумя накидами на крючке мне 4 петельки при помощи рабочей нити соединяю их в одну петельку 3 воздушные петли 1 2 3 в арочку цепочки из 3 воздушных петелек провязываю 3 столбика без накида далее 3 воздушных петельки 1 2 3 и вяжем вершину первого столбика с одним накидом 1 полустолбик с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом вяжем 2 полустолбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом вяжем 3 полустолбик с одним накидом на крючке у меня 4 петельки соединяю их при помощи рабочей нити в одну петельку то есть мы получается вяжем чередуем 3 полустолбика с одним накидом далее 3 полусолбика с двумя накидами и снова 3 полусолбика с одним накидом 3 воздушные петельки 1 2 3 парочку цепочки из 3 петелек провязываем 3 столбика без накида 3 воздушные петли 1 2 3 здесь уже мы делаем на крючок 2 накида и привязываем вершину второго столбика с одним накидом 1 полустолбик с двумя накидами 2 накида на крючок вершину 3 столбика с одним накидом провязываем 1 полустолбик с двумя накидами 2 накида на крючок и вершину 4 столбика с одним накидом привязываем 1 полустолбик с двумя накидами соединяем вместе 3 воздушные петельки вяжем парочку цепочки из 3 воздушных петелек 3 столбика без накида 3 воздушных петель 1 2 3 так здесь мы вяжем уже столбики с одним накидом вершину столбика с одним накидом я провязываю 1 полустолбик с одним накидом вершину 2 столбика с 1 накидом привязываем 2 полустолбик с одним накидом и вершину 3 столбика с одним накидом провязываю 3 полустолбик с одним накидом 3 воздушных петельки парочку цепочки я провязываю вот здесь вот пластины давайте посмотрим 3 петельки то есть три столбика без накида держим столбика с одним накидом провязываем 4 столбик с одним накидом и далее мы вяжем еще три столбика с одним накидом всего у нас должно быть раз два три 4 5 6 7 столбиков без накида приступаем к вязанию вот этой центральной части каймы в арочку цепочки мы провязываем 3 столбика без накида вершину столбика с одним накидом провязываем 4 столб без накида следующую арку ручку цепочки из трех воздушных петелек провязываем 5 6 и 7 столбик без накида фокусирует 7 столбиков без накида далее вяжем 3 воздушных петельки и вершину столбика с одним накидом провязываем 1 полустолбик с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом провязываем 2 полустолбик с одним накидом и вершину 3 столбика с 1 накидом провязываем 3 полустолбик с 1 накидом соединяем 4 петельки при помощи рабочей нити в 1 3 воздушных петельки и парочку цепочки из трех петелек провязываю 3 столбика без накида 3 воздушные петельки 1 2 3 вершину 2 столбика с одним накидом я провязываю 1 полустолбик с двумя накидами на крючок 2 накида и вершину 3 столбика мы провязываем 2 полустолбик с двумя накидами вершину 4 столбика мы провязываем 3 полустолбик с двумя накидами соединяем вместе все 4 петельки 3 воздушных петельки в арочку цепочки из трех петелек мы провязываем 3 столбика без накида 1 2 3 3 воздушных петельки 1 2 три и вершину 1 столбика с 1 накидом и провязываем 1 полустолбик с одним накидом вершину 2 столбика с 1 накидом и при за 2 полустолбик с одним накидом и вершину 3 столбика с 1 накидом и провязываем 3 полустолбик с 1 накидом 3 воздушных петельки парочку цепочки из 3 воздушных петель провязываем 3 столбика без накида 3 воздушных петельки далее мы вяжем уже три полустолбика с двумя накидами то есть первых первые последние столбики мы пропускаем вяжем только во второй 3 4 так соединили все у нас получилось 3 полустолбика двумя накидами с общей вершиной то есть 300 или по-другому 300 столбика с двумя накидами с общей вершины 1 2 3 воздушные петельки и в арочку цепочки мы провязываем 3 столбика без накида 3 воздушные петельки 1 2 3 и заканчиваем ряд мы провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной все связали и заканчиваем вязание 1 2 3 петельки воздушных и вяжем 3 столбика без накида и вот мы третий столбик провязываем в третью петельку подъема все связали мы с вами кайму таким образом будет выглядеть край шалим после обвязки так а вот кайма ее можно применять и для обвязки других шалей а также для обвязки краем кофточки топа платья горловины и рукава то есть принцип применения применение вот этой к мы каймы его ее можно вот она такая довольно таки неплохо смотрится можно применить и при обвязке других вещей созданных своими руками смотрите у нас какой фрагмент такой яркий красивый получился будет очень красивая шаль все спасибо вам за внимание на этом мастер-класс подошел к концу подписывайтесь на мой мой канал мир рукоделия творчества вязания пряжи и включить обязательно колокольчик чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов также другой полезной информации а также проходите на мой второй канал на яндекс цене которые называются мир рукоделия вязания и подписывайтесь и можете там смотреть интересные модели также мастер-классы много фотографий и распечатывать схемы делюсь информацией интересной со своими подписчиками подписчицами у меня разная возрастная категория то есть и молодые девушки и дети даже и люди женщины более старшего возраста я очень рада что мой канал интересен для людей любой возрастной категории спасибо вам огромное за просмотр моих видео и подписку на мой канал мне очень приятно вы мои вдохновители я канал создала специально ради вас чтобы мне было вязать интересней и вязать в дружной компании единомышленников так как нас объединяет с вами общее хобби это любовь любовь к вязанию с вами была елена всем пока пока до новых встреч на моем канале удачи Продолжение следует... Продолжение следует...